Вас собрали для того, чтобы мы представители Комитета технического регулирования метрологии в нашей области, в Карагандинской области. В соответствии с требованием законодательства о техническом регулировании, нами проводится государственный контроль в отношении импортной продовольственной продукции, в том числе куриной. В части проведения соответствия данной продукции требований технических регламентов Республики Казахстан. Крайкую информацию вам, что в течение этого года, с января по май этого года проведен государственный контроль за реализацией импортной пищевой продукции на 12 предприятиях области. Нарушения установлены на всех этих 12 предприятиях. Какие основные нарушения? Это отсутствие сертификата в соответствии, то есть не проведена процедура подтверждения соответствия, то, что продукция безопасна для наших потребителей. И также нарушение требований технического регламента 277 Республики Казахстан, требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению. То есть нарушение по маркировке. В основном, конечно, это отсутствие информации на государственном языке. Мы живем в Казахстане. Необходимо соблюдать требования тех законодательств, которые есть в нашей Республике. Всего проверено у нас 527 партий импортной пищевой продукции, которые находятся на стадии реализации на 12 382 000 тенге. Нарушения установлены при реализации 270 партий продукции на сумму 4 882 000 тенге. В том числе по маркировке в 124 партиях на сумму 2 миллиона. То есть 124 партии продукции у нас продаются с нарушением по маркировке. То есть отсутствует маркировка на государственном языке. Так, например, в полуфабрикатах замороженных, крылышко, целое производство России, торговой марки Аргаяша, куриным фаршем, цыпленки, бройлеры, в общем, продукция России, маркировки отсутствуют сведения на государственном языке. А также и наименование адреса организации, принимающей претензии на территории Республики Казахстан по качеству. Сами понимаете, что мы, как все являющиеся потребители, мы не можем в Россию писать, например, если какое-то нарушение установим, купим, например, некачественную продукцию. То есть импортер, либо представители этой фирмы из России здесь, в Казахстане, должны обязательно в маркировке указывать, кто принимает претензии на территорию Республики Казахстан. То есть любой наш потребитель имеет право обжаловать какие-то свои, может быть, установленные недостатки. Продолжение следует...